Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Не пускали родных, морили голодом и держали в антисанитарии. Такие воспоминания остались у постояльцев приюта для престарелых в Рубцовске. Напомним, эта история прогремела два года назад. Как утверждают местные жители и сами старики, каждую неделю в интернат приезжал катафалк. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадью. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить. У них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, пол морозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Обвиняемых было трое. Их заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Однако в Рубцовском городском суде их оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления. После общественного резонанса лояльным приговором заинтересовался Александр Бастрыкин. 13 октября 2022 года он был отменен. 10 сентября 2024 года в отношении трех предпринимательниц вынесли другой приговор. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Установлено, что 59-летняя осужденная организовала частный дом престарелых в 2017 году. В приюте не было достаточного количества продуктов, лекарств. За лежачими больными должным образом не ухаживали, у некоторых не было постельного белья. В здании были нарушены требования пожарной безопасности. В избежание ответственности женщина привлекла к своей деятельности двух знакомых, которые в 2019 и 2021 годах по очереди переоформляли на себя бизнес. Но условия проживания не менялись. «Основательницы преступной деятельности наказания в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и со штрафом в размере 300 тысяч рублей. Ее взяли под стражу в зале суда. Двум другим соучастницам назначено по два года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 2 года и 6 месяцев со штрафом 100 тысяч рублей каждой». Кроме того, всем женщинам запретили заниматься этой деятельностью на срок от двух лет шести месяцев до трех лет. Добавим, все выжившие пенсионеры находятся в других государственных специализированных центрах. А основательнице приюта придется привыкать к другим условиям проживания. И даже эти условия за решеткой будут куда более комфортными, чем те, которые хозяйка интерната создавала старикам. Юлия Щепина. День с толком.